Это мои ноги. Это мои бульдоги. Хотят забраться, но я им не позволяю. Хочется самому полежать, посмотреть на уголок, который меня окружает. Вентилятор этот рядом. Может, не совсем и ровно камеру держит? Ну, мне неудобно. Сейчас только поужинали. Решил я покататься на качеле. А вот меня окружили, господа, четвероногие. О, как хорошо. Понаблюдаю за ними. Недавно написала одна подписчица. Говорит, я вас давно смотрю. Вот, умер у нее булька. Ну, таких людей много пишут, которые о своих собачках. Приявим всем соболезную. Когда-нибудь и мы уйдем. Над вечной гладью круг замкнется. И вот они пишут, что смотрим ваш канал. И улыбка у нас появляется на лице. И мы как-то не так грустим. Как отдушина, понимаете, получается. Мой канал это отдушина для тех, у кого или нет собачек, или не было. Или были, а потом не стало. Ну, всякое. Или кто-то мечтает. А кто-то заводит собачек. Называет их Марсик, Мирка. В честь Марсика и Мирки. Много таких, кто назвал. А напишите, кто, вот, зайдя на канал, завел себе бульдожку. Благодаря каналу. Назвал эту бульдожку каким-то именем. Ну, там, Мира или Марсик. А может быть, Лирик. А может быть, Рада. А может быть, Жорик. Так, что ты там шурудишь? Шелесеть запрещено, Марсик. Слышишь? Всё, перестань, не положено. Марсик. Одному. Неохота лежать. Пойду, пройдусь. Три точки вон. И вот, эта отдушина в виде Александра Дока и его канала. Она работает. Пишут. Снимайте. Нам нужны ваши ролики. Мы смотрим и сад, и бульдожик. Всё, что вы снимаете, нам нравится. Нам нравятся ваши рассуждения. А какие у меня рассуждения? Ну, что я? Рассуждения. Ну, бывает, какая-нибудь тема возникнет. Начинаю её муссировать. А так, в принципе, каждый пусть сам рассуждает. Сегодня как-то не настроен я философствовать. Вот, повесил такую штучку для отпугывания птиц. А она не работает. Нужен сильный ветер, когда она начинает там какие-то шевеления делать. А я, знаете что, вот сейчас голубей увидел и расскажу вам историю. В обед сегодня вышел, а они тут сидят, ну, как обычно, знаете, на крыше. Сидят, воркуют, и всё время кричат, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И вот они летят потом на водоём, летят там, пьют воду, какают. Они на крышу какают, ну, это голуби. И я, как бы, смотрел на них, ну, с каким-то раздражением. Думаю, вот, блин, поселились тут. И тут же раз и поменял вектор своего мышления. Думаю, посмотрел, как они летят, они так красиво летят, зависают в воздухе, парят. И подумал, а ведь кто-то же заводит голубей, кто-то их кормит. А мне не надо кормить, они у меня вот есть. Я их держу, знаете, как он зависает. И я увидел красоту полёта в этих птицах. И подумал, думаю, надо же, как здорово. А я смотрел на них с раздражением. А это, оказывается, прекрасное создание летающее. Ведь я же сам когда-то мечтал летать. Я во сне часто летал. Лётчиком хотел стать. Вообще мне нравятся полёты. И вот тут у меня, кроме бульдожек, есть ещё и птицы. В саду там тоже и сороки живут, и воробьи. И кого только нет, и вороны. Поют какие-то птички маленькие. И вот я поменял градус мышления. И увидел красоту в полёте вот этих птиц. И теперь они меня не раздражают, а наоборот радуют. Может так и в жизни. Менять свой взгляд с отрицательного на положительный. И всё, и жизнь тогда будет в радость. А вот воробьи. Печушки. Их мало видно. Дождик прошёл. И вот розочки. Сразу же распустились. Моментом. Сейчас пойду покажу. Им чуть-чуть воды надо, и они уже начинают оживать. Вот они. Смотрите. Какая розовая. А эта вот бледненькая. Вот, смотрите. Буквально позавчера их не было. Я заметил вот на этом кусте. Он был зелёный, голый. А тут вдруг раз. И как будто бы кто-то посеял. Так взял, посыпал, посыпал семена. И они взошли. Вот такие розочки. Вот я и нашёл тему для рассуждений. Я ещё раз говорю, что я не люблю слово философия. Потому что это просто подмена понятий. Ну, кто знает, что такое философия, пусть вдумается. А что, собственно, она означает? И что она даёт для жизни, эта философия? Ничего. Ничего общего с реальностью нет. Реальность есть реальность. А философия, она просто пытается одну реальность превратить в другую. Вот и всё, чем занимается философия. Поэтому я просто рассуждаю. Заодно и смотрю, Полито ли у меня всё? Этот полит. Этот дождик был недавно. Ну что, пойдём ещё к розам. Вот наша чёрная роза бежит. Пошли. Полюбуемся. Эти другие розы. Тёмно-красные. Вот они. А эти на солнце, смотрите как. А здесь к осени линкаранская акация зацвела. Она уже плоды выкинула. Ну, стрички. И вдруг надумал отсвести. Вот луноход отремонтировали. Вот так он выглядит. Может кто-нибудь себе построит. Вот эти вот лыжи, видите, вот одна лыжа, вот вторая. Они скользят по дну водоёма. Это поплавки. Чтобы насос-то тяжёлый, чугунный. Чтобы немножко уменьшить давление на дно пруда. И вот сюда. Вот в эту трубу, видите, здесь щель. В эту щель засовывается ил. Почему щель? Чтобы камешки или листики не проходили. Листик пройдёт. А палочка или камень не пропустит её вот эта щель. Это пробочки для того, чтобы почистить. И вот сюда, в эту корыто, затекает ил. Засасывается и через шланг выбрасывается туда, в другой мир. Там идёт ил на удобрение. Вот такой луноход. Тюльпаново дерево начинает потихонечку жёлтеть. Вон уже листики какие, гляньте. От жары. Листья похожи на человечка. Видите, ручки, ножки. Ну, жёлтый можно сорвать. Вот он человечек. А если посмотреть вот так, это нос, обородок. Такой вот. Лети, лети, лепесток приземлился. А вчера я занимался, я позавчера я занимался посадкой. Вот. Ирина мне передала. Видите, гортензии. Вот они как. Ирина, вам привет большой. От ваших гортензий, от меня лично. Видите, как они себя хорошо чувствуют. Приехали. Ну, вот немножко листик помялся, но он отойдёт. Сколько они ехали? Полторы тысячи километров почти. В такую жару. Вот такие гортензии. Сейчас я покажу их все. Масик вот ещё тут ходит вокруг. Говорит, меня покажи, меня покажи. На, вот показывай тебя. Вот я пересадил ещё, видите, сосенку. А здесь была вот такая ёлочка. Она засохла от жары. Я пересадил. Её знаете откуда? Ну, это та зимняя роза, помните? Вот здесь она росла, вот эта сосенка. Я её туда убрал, чтобы был проход к лавочке. Раз. Потом здесь шарики, шарики. И вот этот ещё я куда-нибудь определю. Пересажу. Я уже научился, как их пересаживать. Во-первых, надо большой ком земли. Утром рано, прохладно. И быстро это делать. Мирка, ты что такой шум издаёшь? Слышали? Начало тужиться. Это от Мирки такой звук. Камнями, потому что питается, есть камни. И камни с каким грохотом выходят. Ну что, вот. Сюда лавочку ещё принёс. Застелил мягеньким, чтобы было сидеть. Вот улиц к осени. Занёс в дом один олеандр цветущий. А этот уже, наверное, отсвёл. Всё уже. А вот бегония. Я почему запомнил бегонию? Потому что она у меня убегала раз пять. Я привезу домой, посажу. Она у меня засыхает. А мне сказали, ей на улице хорошо. А под зиму её занести в дом. Ну вот я, всё лето она у меня здесь цветёт. А вот она отошла от корня. Теперь она уже не бегония. Перестала от меня убегать. И вот у меня здесь отстойничек. Пытаюсь вот всё, чтобы у меня камелия зацвела. Ну, очень она капризная. И вот ещё этот самый гихондра. Видите, что-то я её в большой горшок посадил. Думаю, она сейчас запомнит весь горшок. А она вон, такая капризная оказалась. Вот тоже цветочек. Начал пянуть. Я его на улицу вынесу, нажил. А это я садил гихондр. Это моя зелёная. Ну, что-то она как-то не очень даёт поросли. Вот растёт шариком и всё. Ну вот я и провёл экскурсию. Не по саду, а по двору. У меня двор тоже как сад. Ну что, я пойду, полежу на качельке. А то качельки есть, а качаться нет. Привет. Качателя. Или качаемого. Или, в общем, короче, тот, кто должен качаться. А вот вентилятор работает. Ходит, снимает ролики. А ещё Николай Белов обижается, что я мало пишу комментариев. Николай, привет. Ну, я пишу. Я хотел ему сказать в ответ, что я не только отвечаю в комментариях, но ещё и приезжаю к подписчикам за полторы тысячи километров. А вот подписчики не все ко мне приезжают. Поэтому, Николай, если уж я не написал ответ, а поставил сердечко, то я всё равно как бы снял ролик, да ещё и сердечко поставил. А кто-то одни сердечки ставит. Поэтому, как говорится, вас много, а нас трое, да, Мирка? Поэтому пишите комментарии. Мы будем их читать. Да, Мирка? Пошла Марсе какую-то новость сообщать. Ну что, земляне, пишите. Я вам ролики, а вы мне комментарии. Пойдёт такой обмен? И поверьте, я все комментарии читаю. Ого. Он скачался. Стоп. Птички прилетели. Сности. Запели. Как Галина, Галина, она говорит. Она всегда пишет. Осень. Весна. В конце. Смеркается. А я говорю. Знаете как? Смеркается. Нет, я бы так сказал. Смеркалась. Новый год. Самый год. Смеркается. Ого. Смеркается. Не он. И, по-насмел. Смеркается. Продолжение следует...